камера видеонаблюдения с алиэкспресс магазин кируи прислал мне комплект видеонаблюдения для видеообзора состоящий из видеорегистратора и четырех таких вот камер на одну я из них делаю видеообзор возможно купить на странице продавца в магазине ссылки я оставляю вам под видео переходите в описании в закрепленном комментарии там ты можешь купить по отдельности камеру и видеорегистратор или же все в комплекте выбрать с кабелями с полный комплект в данном случае на коробке нет отметки что это за модель скорее всего это новинка еще даже под нее и коробку не изготовили видите камеры все идут вай-фай вариант с антеннами на моем видео камера по и это тот бюджетный вариант камеры 2 в 1 приложение айсиси икс и май икс и маевская камера много я вам уже их показывал на видеообзорах своих и это просто вариант без вай-фай и с по и адаптером на отводе кабеля вот такой вот мощный по и адаптер подключаем камеру одним кабелем но есть возможность и запитать эту камеру в твоей 12 вольтовой системе видеонаблюдения или по по и 48 вольт одним кабелем напрямую к видеорегистратору который например у тебя есть уже в системе и тебе нужно просто докупить ты хочешь камеру 2 в 1 но ты знаешь что она по вай-фай у тебя в том месте точно не будет работать поэтому не стоит брать вай-фай стоит взять вот готовый вариант по и камеры по вай-фай камеру также можно адаптировать по пояс с помощью по и адаптера но его опять же нужно покупать отдельно а этот вариант вот уже с готовым по и адаптером без антенн без лишнего по и коммутатору 48 вольт также ты можешь ее подключать блоком питания одиночным например в своей системе видеорегистратор без по и а тебе нужна камера чтоб на длину кабеля на хорошую подключить и по одному кабелю закупаешь к ней блок питания по и 48 вольт например вот такой вот розеточный вариант 48 вольт 0 5 ампера или же есть такие вот варианты не розеточный а с кабелем и подключаешь эту камеру в комплекте блока питания нету инструкция идет муфта на rj 45 и вот это вот шайба нам нужно будет для крепления кронштейна и там должно быть также в комплекте два самореза да вот они здесь маленькие мелкие для крепления кронштейна кронштейн двухсторонний небольшого размера видите вы можно использовать потолочный вариант отсюда заходим к потолку камеру и стеновой по бокам заходим отверстия всевозможные и овальные и обычные круглые отверстия кабель отдельно идет и этот вариант смотрите вот люди интересовались насколько работает поворот вот этой вот камеры видите вы что она статическая по сути но ее можно перенаправить с помощью кронштейна и этот кронштейн в отличие от прошлых камер будет вращаться камера на нем по кругу то есть нету зависимости нету никаких упоров по кругу он вращается как тебе нужно так ты эту камеру и перенаправляешь может она смотреть полностью назад если тебе это нужно здесь нету не шлейфов ничего просто такие отливы фиксаторы и здесь углубление приступенчато фиксироваться будет от прижима зависит фиксация больше прижмешь сильнее будет фиксироваться кронштейн без фанатизма чтоб не поломать это все пластик но пластик уже идет добротный камера все погодная видите вы все закрыто все герметично здесь кабель также загерметизирован поэтому можно ее полностью использовать под открытым небом разъемы в герметичную распредкоробку все загиры загерметизировать и камера будет работать видите вы заглушки силиконовые да ну здесь просто были установлены антенны корпусы льются под вайфай камеры а в данном случае такие силиконовые заглушки хочешь можешь дополнительно герметиком также это загерметизировать была вайфай камера сняли антенны сняли вайфай модуль добавили адаптер по и и стала по я камера 48 вольт также все она поддерживает аудио микрофон встроенный динамик также поддерживает она карты памяти и здесь слот для карты памяти и кнопка сброса к заводским установкам можешь использовать карту памяти можно ее не использовать камера будет работать без карты памяти и давать информацию на пишущее устройство куда ты ее подключишь видеорегистратор на жесткий диск будет писать видеорегистратора компьютеру подключил ее в домашней сети на программу вмс также на папку компьютера может писать в облако также может писать эта камера может выступать так же как и одиночный просто одиночный вариант на приложение ты ее добавляешь на смартфон xmi или оси оси си приложения в основном для работы с этими камерами и камеру отслеживаешь как обычную вайфай камеру только здесь способ подключения другой кабельный на большое расстояние по 48 вольт айпи камера универсальное устройство делаю подключение можно сразу ее выносить на улицу куда ты хочешь ее подключить установить и притягиваешь кабель от видеорегистратора от поя коммутатора 48 вольт и просто подключаешь она автоматически у тебя привязывается к устройством которым ты ее подключил или же если к роутеру то роутер даст ей свободный ip адрес получит она его и будешь будет сразу работать без всяких танцев с бубном не надо никакие пароли от вайфая как с вайфай антенна это связано но тоже вайфай камеры тоже просто подключаются беру по и блок питания можешь сразу по и блоком питания проверить ее здесь на столе на месте подключить ее к видеорегистратору потом вынести или же сразу напрямую к видеорегистратору смотря что у тебя работает кабель от камеры папа я возможно на до 100 метров подключать кабелем подключаю в разъем по и а в разъем lan беру кабель от своего роутера и подключаю в разлом в разъем lan блок питания подключаю в розетку розетка 220 подаю питание камера загружается как обычно повороты разговоры в динамике все как обычно как вайфай камера это делает как вайфай камера так и по и вот она сказала что подключение кабелем в данный момент и все камеру уже можно искать на в домашней сети видеорегистратор в домашней сети с помощью поиска нашел эту камеру и вывел на свободный канал без всяких вопросов если ты будешь подключать эту камеру напрямую в по я видеорегистратор в его разъем от которого камера и питается и передает данные видеорегистратор автоматом и и выведет на свободный канал в который ты подключил камеру то есть без всяких поисков никаких вопросов по этим камерам смотрите много вопросов сомнений у людей возникает и многие продавцы не со зла скорее всего просто не знают и указывают не не корректную о них информацию этот продавец указал четко что эта камера верхняя имеет 3 мегапиксельную матрицу нижняя имеет 3 мегапиксельную матрицу они зачем-то их приплюсовывают и говорят что это там или 6 мегапиксельная камера кто-то говорит 8 в реальности 3 мегапикселя верхняя матрица 3 мегапикселя нижняя матрица две картинки в одной которые невозможно разделить то есть вот такой просмотр и такая же запись будет идти на карту памяти или на жесткий диск видеорегистратора со звуком что неправильно он указал что верхний объектив 36 миллиметра а нижний объектив 6 миллиметров в этой камере установлены два одинаковых объектива по 36 миллиметра 36 верхним с фокусным расстоянием 36 нижний поэтому здесь неверная информация нижняя камера у вас не будет дальнобойная она имеет угол захвата также как то есть нижняя также как и верхняя картинка уже мне привычная с таких камер за свои деньги это хорошее качество вызываешь настройки пятизи на камеру и с видеорегистратора ты управляешь нижней камерой перенаправляешь ее куда нужно видите вы я правую верхнюю камеру вот сейчас наверное увидите я повернул вправо и и сейчас вот так примерно стоит и это и видно что угол захвата одинаковые видео объективы стоят одинаковые ты можешь камеру эту повернуть направо на верхнюю нижнюю повернул вот налево ставлю в перекрытие 180 градусов не получишь угла но вот столб и вот столб угол дома этого и вот я примерно так поставил это смотрит сюда влево практически полностью захватывает и это вправо насколько можно поставил ее там также захватывает отличный вариант у тебя по сути две камеры в одном столбе установлены в одном устройстве и в небольшом активирую звук с камеры и на колонках подключенных видеорегистратору или если ты hdmi кабелем подключил видеорегистраторы к телевизору из колонок телевизора слышен звук по определению человека работает обнаружение людей человек идет пишет камера жесткий диск на жесткий диск пишется картинка сейчас именно по человеку включу слежение будет следить за человеком нижняя камера верхняя при условии что ты включил калибровку камеру и откалибровал две камеры будет давать команду нижней нижняя будет поворачиваться и следить за человеком если верхняя здесь увидела человека в ее поле зрения а нижняя не видит верхняя позовет нижнюю нижняя поворачивается следит в общем-то стандартно как и вайфай камеры так работают так и вот этот по я вариант также работает много вопросов по зуму зум если зум в этой камере какой зум какой зум цифровой есть в нижней да и верхней тоже если ты на приложении со смартфона зайдешь и просто свайпами кого так обычно растягиваешь картинку ты получишь приближение но с потерей качества с видеорегистратора это можно сделать вот так вот вот тебе четырехкратный как заявляют цифровой зум есть такой вариант камер где в нижней камере два глаза есть два объектива вот там зум гибридный с объектива на объектив два разных объектива стоят дальнобойные широкоугольный вот там можно приближать и ну да реально за свою стоимость хороший зум без особой потери качества здесь потеря качества приличная там будет просто с объектива на объектив и на таком вот расстоянии там далеко ты сможешь различить человека все сможешь в этой нет поэтому кому нужно с приближением ищите такую камеру или я дам ссылку с двумя глазами внизу телеграм-канал заходите там даю ссылку там фотки можно скидывать общаемся вопросы задаем помогаем друг другу телеграм-чаты мой канал и телеграм-чат по видеонаблюдению все ссылки в описании в закрепленном комментарии вот что одно конечно что не учли я не знаю посмотрим может с тем видеорегистратором такое удастся произвести я имею ввиду калибровка двух камер с видеорегистратора кто знает как может вот кто сталкивался пишите вот например я хочу камеру видеорегистратор и просто с видеорегистратор и и управлять чтоб не ставить на приложение ставить все равно нужно будет ее потому что момент калибровки отсутствует в видеорегистраторе камера на приложении приложение айси си заходим в настройки привязка камеры раздел показывала вам как делается калибровка поэтому захожу зачем она нужна а чтобы было адекватное слежение за человеком если тебе нужно слежение ставить если не будешь пользоваться функцией слежения за человеком то тебе не нужна эта калибровка калибровка привязки и процесс тот же самый является две картинки и сопоставляю нижнюю камеру с вот этим вот кружочком верхней кружочек появляется сопоставляешь нужда вот этой калибровки это то что по клику по верхней ты сможешь управлять нижней но опять же если это тебе нужно сделал подтвердить включается привязка автоматом и теперь ты можешь заходить и включать слежение перенаправляешь нижнюю камеру куда нужно чтобы она вернулась после слежения и включаешь слежение все это есть у меня на канале базовые настройки сигнал оповещения это именно голосовые сопровождения при перезагрузке камеры многие спрашивают вот сними эту галочку и не будет камера говорить при перезагрузке и на русском языке кстати уже после первого включения уже потом сопровождение идут на русском языке скорость можешь поставить быстро поворотного устройства ну здесь все понятно можно камерой управлять в общем то основные настройки все с видеорегистратора делать но также есть вариант с приложения на смартфоне как уже работаем с регистратор с видеорегистратора в основном показываю вам как включить слежение функцию вызову правая клавиша мыши пятизи именно на картинке камеры поворачиваю камеру в то место куда хочу чтобы она возвращалась после слежения выставляю точно вверх вниз выставляешь как тебе нужно и бильное отслеживание время демона время возврата ставь после слежения ушел человек камера уже не видит его она еще смотрит в то место и вот сколько времени ей в то место еще после слежения смотреть после этого времени она вернется назад установить позицию демона сохраняем позицию возвращения в нижней камеры оставь обязательно кликнуть до подтверждения и включить правая клавиша мыши выходим на камере включено уже слежение чтобы включить посмотреть по тревоге тревога 16 канал выбираем обнаружение людей силуэт человека поддерживает включена правила установки можем задать область там где будет камера работать по человеку если нужно тебе перетаскиваешь делаешь формы различные также с приложения это можно делать и показать следы галочку ставим это именно момент выделения человека на который на которого камера будет реагировать окей теперь камера будет подтверждаем далее увидела человека и выделять его рамкой хорошая дневная картинка и хорошие алгоритмы после нижней камеры с этим главным нету определяет следит чувствительность по определению человека также на хорошем расстоянии но можно сказать на большом для этой камеры без оптического зума то есть определение чувствительность на большом расстоянии как верхней камерой так и нижней можно аслижение включать можно выключать Как хочешь так и делаешь можно вот камеры перенаправить разные стороны и просто включить постоянную запись Или по людям без вот этого поворачивания головы нижней камеры. Если оживленная улица, будет понятно, что слежение с этой камеры будет неэффективно. Если будет много народу ходить, то нет смысла включать слежение. Просто видеонаблюдение статических камер. Нижняя поворотная, можешь в любой момент ее перенаправить, и это очень удобно. И с видеорегистратора еще моменты можно делать, например, по ночной картинке. Или даже тебе нужно засветлить дневную картинку. Берешь правой клавишей мышки на картинке камеры настройки цветность. И добавляешь яркость, контрастность, пробуешь ползунки двигать, не быстро, плавно. И контролируешь картинку, смотришь, как она меняется. Под твоей ситуацией у тебя улица освещенная или нет. Полная темнота, или может есть дневные какие-то фонари, освещение уличное есть. То вот, например, у тебя, если там камера будет стоять, то она и не будет в черно-белый режим переходить. У нее фотоэлемент настроен на самую низкую чувствительность по темноте. То есть в цвете она держится очень долго. Фонари потушат, она перейдет в такой вот черно-белый режим. Но можно принудительно с видеорегистратора также это делать. Заходим, опять правая клавиша мыши. Раздел IP-камера. Раздел свет установлен. И у нас есть режим день-ночь. Smart Alert это стоит по человеку. И ты можешь время задержки свечения светодиодов ставить. Человека увидела, включила белый свет. И на какое время? До минуты. Можно ставить. 12 секунд поставил, хватит. Интерлектуальный переменный свет. Это имеется в виду постоянно свечение ночное время светодиодов и цветной режим. И Smart Infrared это постоянно черно-белый режим без перехода в цветной. И задействование белых светодиодов. Можно в цвет поставить, применить. Окей. Переходит в цветное и включает белые светодиоды. Что на верхней камере, что на нижней. Желательно камеру располагать так, чтобы в ее видимости рядом не было никаких предметов. Потому что это может отразиться негативно на картинке с камеры. Видите, засветка. Засветка идет от столба. Да, ну камера как бы вытягивает, но все равно засветка и негативно может влиять на это. Поэтому такие моменты недопустимы. По человеку сработка. Человек также в ночном режиме на большое расстояние она определяет человека. Могут быть и ложные моменты. Может она там перепутать столб с человеком. Ну редко. Но бывает такое. Особенно если там лучи от автомобиля, может что-то показаться, может перейти. Но их мало, этих ложных срабатываний именно на этих камерах. Вот 12 секунд прошло. После определения человек ушел, камера опять перешла в такой вот режим. При этом включалась запись на жесткий диск видеорегистратора, на карту памяти. Все сохранялось. Такая вот камера, кому Poia вариант нужен. Вот люди спрашивают. Именно две в одном с Poia, чтобы не докупать сплиттер. Мне Wi-Fi не нужно. Да, вот этот вариант. И следующее видео по комплекту видеонаблюдения. Из четырех таких камер и видеорегистратора. Как оно будет все это работать. Сам посмотрю, покажу вам обзор этого видеорегистратора. В Telegram канал заходите. Telegram чат по видеонаблюдению. В Telegram вам продаю это все, что показываю на своих видео. Обозреваю. Ты увидел, понравилось. Продаю тебе в Украине по цене AliExpress. Подписывайтесь на канал. В TikTok подписывайтесь. Все ссылки в описании к видео. Под видео ищите. И в закрепленном комментарии. Оставляйте комментарии. Всем удачи. До следующих видео.